Восьмое июля. Я уж какой день в гараже убираюсь. Но я, конечно, не постоянно убираюсь. Вот время от времени. Вот у меня помощница, у нее косынка завязана так же, как и у меня. Только у меня черная. А еще сиреневая у меня была зеленая банданка. Нету. Короче, вот тут вот такой бедла. Это уже половина я разгребла. Но еще... Еще тут хватает всего разгрести. Не лезь. В общем, вот так теперь в этом гараже. Во-первых, там всякую строительную. Вот эти вот я прибрала. Туда за диван засунула вот эти листы ДСП и вот это вот утеплитель склала. Тут табуретки туда-сюда. В этих практически я не лазила, потому что, я не знаю, тут винтики-шпунтики всякие. Просто, ну, как бы, более тут вот компактно уклала, чтобы не падало. Ну, в принципе, я не разбирала, потому что на этих баночках можно нам надолго зависнуть. Тут вот хотела манеж и коляску отдать кому-нибудь. Ну, кому отдашь, ну, как бы сказать, оно все крепкое. У меня коляска вообще как вездеход. Крепкая очень. Но вид, конечно, уже оставляет желать лучшего. Я столько на ней ездила и Пелагею, и Раду, и вместе их возила. В общем, накрыла пока вот эти. Это, кстати, авточехол. По-моему, на машину натягивается, но ни разу никогда мы не натягивали, когда машина была. Просто лежит. Ну, в общем, я это все укрыла, потому что, кажется, тут где-то крыша протекает. И, короче, как-то тут уклала все, что валялось. Тут тоже немножко уклала, что валялось. Вот так вот. А теперь что я вынесла? Отсюда вынесла. Что-то язык заплетается. Вынесла я эти два телевизора, потому что, ну, даже если плоский сломается, вряд ли уже кто-то будет смотреть эти квадратные. Вынесла вон ту старую машинку. Мама на ней стирала когда-то. Ну, тоже из тех же соображений, что даже если у меня сломается машинка, вряд ли я буду на это стирать. Там еще куча всяких чайников, электрочайников. Знаете, они тоже ломаются. И потом с надеждой, что их когда-то можно починить, складываются в гараж, и в итоге никто их не чинит, и они там копятся. И потом пакет я открыла. Там какая-то старая люстра, она вся кусками. Ничего там уже не собрать. Тоже в пакете вынесла. Какое-то колесо без спиц. Ну, в общем, какое-то барахло. И этот матрасик от детской кроватки. Никто тоже не спал толком в детских кроватках. И все спали со мной. Ну, и, короче, вряд ли уже пригодится. Поэтому вот что-то вынесла, что-то поскладывала, немножечко прибралась. Там вот в коробках я ничего не знаю, ну и лучше не трогать. Лежит и лежит. Может, что-то нужно. Мы с Пелагеечком идем в магазин. Потому что с Радой, получается, через день либо с Радой, либо с Ромой мы катаемся. А Пелагея давно вообще из дома не выходила. Только во дворе гуляет. Я говорю, ладно, пошли в магазин прогуляемся. И как раз он тоже на своем велике прокатится. А у меня вчера начала болеть нога. Я думала, может, йогу там делала и неправильно закрутила. А нет, там какой-то черяк у меня лезет. Я намазала Вишневского мазью и вот замотала ногу. Вчера вообще сильно ныла к вечеру. Но сегодня я еще не ходила. Может, до вечера опять нагрузка на ногу будет и опять начнет болеть. Привет подписчики. Привет подписчики, говорят. Дед приехал мусор забрать. Я это выкинула, потому что это уже 20 лет лежит и никому не пригодилось до сих пор. Я это еще мое, вот от машины колесо прикручиваю. Ладно, я домой живу. Ладно. А эти не рабочая вся фигня. С Ромой на великах катаемся, а потом говорю. Рома все хочет, тоже на мотоцикле сейчас с дедом попробует. Я говорю, потом будем с мамой вместе отсваивать мотоцикл. А у деда спица включится от мотоцикла, да? Да. По молодости, когда катался, упал, сломал ключицу. До сих пор. И спица стоит на всю жизнь в это. Включиться. Нет, спицу вытащили, проволока. Проволока осталась? Просто проволока стянуть. Это пускай тут лежит. Тоже вот тогда было модно на мотоциклах кататься. В деду на молодость. И что, болит плечо теперь? Куда, где была спица? Еще тут, в Ефремовке в больнице, да, тебе делали? Да. Нет. Ну иди, сходи сзади. Скажи ему, как там сидеть надо. Нет, нет, другую, левую. Вот, подножки идут. Вон, подножка там снизу. Да, да, ну и черном выбирать. Нет, ты куда сядешь? На мусор? Да, мы можем... Потом тут по улице покатают. Поехали. Сейчас все до конца. Да, вытащим мусор, потом они еще заберут. Возвращаются. Тут дед их по улице покатал. Маленьких тоже. Оно. История. Все, все, еще хочу кататься, говорит, все, вылази, ну потом как-нибудь еще покатаешься. Мы вчера так хорошо и слаженно работали с детьми, прям как команда были. В общем, вы тут видите, под гаражом клены растут. Вот было, по-моему, не в то лето, а до этого лета, короче, позапрошлое лето, когда я просила, ну, денежку немножко заплатила, и мне вот эти клены вырубили. Сейчас они, видите, опять разрослись, надо их опять рубить, потому что они, ну вот, ветками своими ломают шифер и протекает крыша, ну короче, они ломают вот этот гараж, стену гаража и шифер на нем. И, в общем, эти ветки просто, они вот остались лежать. Я говорила Сереге, что надо их перерубить на дрова, но, короче, в этот раз не сделал, и так они и лежат. И вчера что-то я подумала, что вот баню топим. Пошла, короче, начала эти ветки ломать, и потом Рома уже подключился, и я говорю, давай, где-то ломай, где-то, где-то руби, и будем баню топить. И получается, что Рома ломал, рубил, девчонки мне таскали, а я топила баню, и все так хорошо и классно получилось, мы как команда прям сработали. И потом я ему говорила, давай сегодня пойдешь, вот, будешь рубить, пилить, и складем туда на наши дрова. Вот, потому что они наши ветки прошлогодние. А это уже этого года. Короче, я в этом году мусор не вывозила, а когда я в том году вывозила, то дяденька сказал, что надо эти ветки загружать, ну, вот эти как раз были. А я, короче, не загружала, Рома тоже еще был поменьше. В общем, некому было их загружать, и так и они остались. А в этом году я подумала, о, как хорошо, что они у нас пролежали два года, они прям просохли и горят. Очень классно. Но, как говорила Роме, давай сегодня будем рубить, пилить, складывать. Но Рома заболела. Рома ночью, ночью начала его тошнить. И, короче, его ночь тошнила, и сейчас тошнит. Мне кажется, это такой грипп вот этот кишечный, потому что до этого у Рада такое было, теперь у Ромы было. Теперь по закону жанра еще потом у Пелагея будет, а потом я в последнюю очередь, наверное, может быть, а может и пронесет, и не буду болеть. Ну, короче, мне кажется, что это кишечный, кишечный грипп какой-то у него. И он лежит сегодня не в той форме, чтобы это делать. А вообще, да, надо нам перерубить, перепилить и занести на дрова вот эти сухие ветки. И потом, как он выздоровеет, надо будет еще это, год опять их подрубить, вот эти клены, где они растут у нас. Всем привет! У нас второй день очень такой, такие жаркие дни стоят, под 40 градусов. Если до этого я видела новости, или где-то мне попадалось, что в Паладаре были сильные дожди, то у нас вообще ничего не было, хотя мы живем 30 километров от Паладара. Чуть-чуть у нас там дождик был, вот когда я последний раз снимала. Ну, он там покапал минут 15 и все на этом. А так у нас жарище невероятное. И, конечно, там и картошка, наверное, я не знаю, как она там будет расти в этом году. Я поливала ее два раза, но все равно земля, как цемент, как бетон, все такое твердое. И бедная картошка там жарится просто на таком солнце. Мы выходим только в основном вечером. Ну, вообще, я жару люблю, я и днем могу как бы выйти, но детям говорю, чтобы днем не выходили. Во-первых, потому что у них вот эта вот непонятная кишечка, то там у Ромы, то у Рады какие-то непонятные такие у них симптомы. Я уже как-то Рома прям сильно, ну, сильно его тошнила. Я ему сказала, что вот если до утра не пройдет, то мы, в общем, я скорую вызову, потому что говорю, может, вы ягод объелись вот этих, может, у вас какая-то дизентерия. Я говорю, а я буду сидеть и смотреть, как вы вот тут таете на глазах. И, в общем, он со страху сразу поправился. К утру перестало его тошнить. Потом Рада вроде оклемалась до этого один день, тоже ей что-то было плохо. Потом Рома вот болел. Потом опять сейчас Рада, все на живот жалуется. Я не могу понять. Либо по кругу это опять к ней вернулось, или как, или что. Ну, в общем, они немножко болеют, и на улице жара. Я говорю, лучше не выходите. Так вот вечером лучше выходите, потому что еще и солнечный удар какой-нибудь подхватите, и вообще капец. А когда солнышко немножечко уходит, ну, и получается тень от этого забора, то тут на лавочке вот тут под забором можно сидеть, потому что еще и ветерок обдувает. И я чай пью, читаю, потому что дома вообще духота. И я вот дочитала вот эту книгу про девушку с деньгами. Ну, книга такая легко читается, просто времени у меня не было на нее. Ну, читается достаточно легко, и она такая мотивационная, призывает к тому, что мы уже наконец-то перестали плыть по течению, и наконец-то уже как-то немножечко начали планировать свой бюджет и так далее. Немножко стали разбираться в этом вопросе. В общем, это для таких прям начинающих-начинающих, кто решил этим вопросом планирование бюджета и так далее, инвестиции. В общем, азы такие даются, и как бы направление на то, чтобы вы дальше в эту тему углублялись. Есть еще дополнительная информация, ну, какие-то сайты, источники и другие книги, которые можно почитать. В общем, интересно, ну, так не глубоко, но вот так очень сильно мотивационно после этой книги, вот прям хочется что-нибудь куда-нибудь, что-нибудь куда-нибудь вложить, если было куда и что. Так, вот после этой такой более умной книги сейчас я какую-нибудь художественную буду читать, какой-нибудь роман, там еще что-нибудь такое легкое. А после этой легкой книги я потом планирую опять что-нибудь такое. Ну, там у меня же есть еще про как думать, как математика, в общем, решать любые задачи и т.д. и т.п. Ну, в общем, надо чередовать что-то такое умное, обучающее, чередовать с чем-то легким таким, которое просто для отдыха какую-то книгу прочитать, а потом опять какую-нибудь умную книжку закинуть. Поэтому времени читать нету, но вот иногда там страничку две, страничку две, там в голову свою запрограммируешь. Короче говоря, я сегодня ездила в город, целый день сегодня по жаре я лазила. Кое-что купила пелагейчику на день рождения, кое-что себе, вот себе такие лосоножки взяла. Ну, не могу сейчас все показать, потому что я буду прятать подарки. То, что можно показать, я им покажу, что нельзя я спрячу для пелагеи. И купила еще Роме рюкзак на школу уже. В общем, сейчас буду разбирать и перепрятывать. Вот тут в гараже я все это буду делать. Я тапочки еще покупала Раде и пелагеечку. Ну, у Рады там ноги такие грязные. Да, я так тапочки без своей ноги покажу. Вот эти вот Радины, а это пелагеечки. Ну, сейчас какая-то мода такая, ну, прямо такие огромные тапочки. Ну, у пелагея тут еще и будет запас немножко на следующий год. У Рады нормально. Давай. Вот, разбираю тут вещи. Вот показываю Ромин рюкзак. Нашла просто... Попалось мне место, где недорогой бы он был. И поэтому мне надо было взять, пока есть там. Потому что я думаю, что ближе к школе все цены вырастут. А сейчас так свободно и спокойно лежит канцелярия. И все везде есть. А перед школой, во-первых, ничего не найдешь. Во-вторых, будут цены космические. И, короче, пока мне попался, я купила. Надо будет показать Роми и потом спрятать. И вот я ему просто шорты такие взяла. Ну, вот, бегать, ездить. Там разбираю, в общем, что там девчонкам, что на подарки, что куда. Вот могу показать вам еще такую штуку я взяла, чтобы, короче, телефон, денежку и так далее с собой брать. Ну, и, короче, тут была такая мелочевка и вещички, что-то на подарки. сюда-сюда. Себе хотела платье, не смогла в этот раз платье выбрать. На вешалке висит красиво. На себя одеваешь, то не сидит, то цвет не подходит, то еще что-нибудь не подходит. В общем, я перемерила кучу платьев и ничего не смогла выбрать. Да, нормально. И как раз они как под военный цвет. Нормально? Нравится или нет? Что-то ты дергаешь, как будто тебе не нравится. Ты любишь, чтобы на 350 размеров больше было. Я себе тут еще взяла лосины. Вот такие, как у меня те цветные фиолетовые, там, со всякими ляпами были и у них снизу сеточка идет. Это такие же, только тут синие, розово-белые полоски. Надо померить, потому что, знаете, вроде тут раз велосипедки брала, тоже одинаковый размер, но синие не подошли, а зеленые не подошли, потому что синий материал хорошо тянулся, а зеленый материал плохо тянулся. Потом взяла вот такую штуку чудо-пятки, потому что пятки же летом страдают, трескаются. Еще какая-то проблема у нас с капроновыми следками. Нету нигде капроновых следков, есть только носочки капроновые, но следиков капроновых не нашла. Потом такую штуку взяла, умывалку, чтобы умываться от макияжа там и от всего. Такие шортики для пилогетчика взяла, чтобы просто бегать. Ну, тут рядом с домом. Таких наборов резиночек-заколочек девочкам взяла. А этот заказ я забрала. То, что я заказывала до этого. Это такой тренажер бабочка. Хочешь, руки тренируй, хочешь, ноги тренируй. И как раз там они, в общем, на каком-то магазине заказывали, это же я в совместных закупках заказываю. И тут было там все такое по здоровью. И вот эти вот, это патчи какие-то китайские для коленок, в общем, для коленей, для суставов такие патчи. В общем, я для коленей себе взяла попробовать, будут они как-то благотворно влиять на мои колени или нет, подвижность коленей увеличится или не увеличится. И вот такая тоже штука. Такая вот тоже штука. Это тоже от трещин в пятках. О, что-то дерутся. Ну, в общем, мазать пяточки. А с тренажером позанимаюсь, потом расскажу. Вот такие вот девчонкам футболочки. Для Рады была Венстей. У меня уже две. Ну, та же у тебя другая, а эта другая. А Пелагея любит... Да, просто красная и большая. Пелагея любит динозавриков. Пелагея с динозавриком. Я уже вас сфоткала, я сейчас снимаю. Вот еще такие футболочки взяла им. Ну, Радочка, куда ты ушла? Ей не нравится, что она обтягиваешь. Вы все любите прям большое. Вот такое просторное штука. Желаю. Красивое. Я же говорю, на выход вам эти футболочки. Сейчас-то будете бегать тех, которые у вас есть. А это если в магазин или в больницу, или куда-то надо сходить, то будете такие одевать. Ну и в город лучше вот это. Ну ладно, в город оденешь свое сдай. Мама, а больницу не надо? Больницу не надо? Ладно, не пойдем в больницу. Ну, попробуй. Не получается? Получается. Только не до конца надо вместе их соединять. Давай теперь я. Садись туда рядом, мышцы качайте. Давай. Это руки накачать можно? Между ногами зажать, ноги качать. Внутреннюю сторону бедра. Надо сжимать перед собой. Может ли я? Че, устают руки потом? Что там? Можно я? Да, Раде. Это же я. Можно теперь я? Сейчас ты тоже. вот значит. Давай поймешь качать. Продолжение следует...